Друзья, привет! Это интернет-магазин Луколесо. И сегодня у нас видео о шине Dunlop Graspik DS3. Сперва хотелось бы сказать о самой фирме Dunlop, потому что не все знают, что это за фирма. Тем не менее, фирма является британской. Очень-очень давно она была основана, в 1891 году в Бирмингеме, и является старейшей фирмой по производству пневматических шин. И само название Dunlop это имя изобретателя пневматических шин Джона Данлопа. То есть фирма является в принципе родоначальником производства таких вот шин. Раньше их называли пневматики, но в сущности это пневматические шины, потому что в них, естественно, как все уже знают, находится воздух. Данная шина произведена в Японии. Вот я вам покажу маркировку на ней. Почему в Японии, причем тут в Япониях, несмотря на то, что шина, точнее фирма Dunlop является британской. Я вам сейчас расскажу. А все дело в том, что фирма Dunlop в долях принадлежит на 75% концерну Будье и на 25% японскому концерну Сумимото. Вот отсюда и Япония. Вот эта именно шина была разработана японскими инженерами. Они это не скрывают. По заявлению производителя в составе резиновой смеси наличествуют волокна стекла. Они говорят, что именно эти волокна позволяют шине очень-очень здорово вести себя на льду, практически на уровне с шипованными шинами. Я склонен к этому верить, потому что действительно отзывы о шине великолепные. Но также производитель заверяет нас в том, что вот эти вот широкие канавки позволяют шине очень быстро очищаться. Это тоже правда. Но единственное, что по моему опыту могу сказать, что, как они говорят, что каждый новый оборот колеса, колесо будет чистым полностью от снега. Но это является правдой лишь отчасти. Потому что действительно шина очищается очень хорошо, но закон физики никто не отменял. Вместе с тем они говорят о том, что шина очень не шумная. Этому способствуют вот такие вот блоки, которые расположены в таком шашечном порядке. Ну действительно, шина не шумная. Но не только благодаря этим блокам, но и также благодаря составу смеси, который, так скажем, удивительно для Данлопа, не является очень сильно жестким. Да, он не супер мягкий, как там Мишлен или Тигар от Мишлена, собственно. Но шина и не жесткая. Это тоже позитивно влияет не только на уровень шума, но и на уровень комфорта. Ну что вам еще, друзья, рассказать об этой шине? Ну, можно сказать о том, что они даже запатентовали вот эти вот ламели, вот такие вот волнообразные. Назвали их Миура. Например, говорят о том, что благодаря ним шина ходит очень хорошо, обладает высокой износостойкостью. Ну, возможно. Но на самом деле, я считаю, что все-таки основная история, которая влияет на износостойкость, это не только то, насколько бережно водитель обращается с шиной, то есть, насколько, так скажем, агрессивно или нет он вводит автомобиль, но также и жесткая смесь. Естественно, шина пожестче будет подольше ходить, шина помягче, будет изнашиваться немного быстрее. И посмотрите на глубину протектора. Протектор действительно очень глубокий. Сейчас мы с вами найдем ограничители. Вот они. Вот видите. Да, ограничители, в общем-то, достаточно далеко и глубоко. Вот, собственно, наверное, все, что хотелось рассказать непосредственно об этой шине. Кстати, у нас, ребят, доставка бесплатная по России при покупке комплекта. Это очень здорово. То есть, вы можете заказать шину и получить ее в своем городе абсолютно за такую же цену, что и у нас в офисе. То есть, это очень большой плюс. Бесплатная доставка, я оговорюсь, туда, где есть терминал наших партнеров транспортной компании. Друзья, если считаете, что такие видео полезны, подписывайтесь на канал, ставьте, пожалуйста, лайк. Мы стараемся для вас, показываем вживую эти шины, потому что, ну, и диски, кстати, потому что не всегда фотография будет отражать то, что вы видите вживую. А на видео вы сможете это реально оценить. Все, друзья, спасибо большое. Пока-пока.